Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, меня зовут Ганс. Ганс это не имя, Ганс. Там должно быть на конце буква Цет. А здесь Ганс. Ганс это гусь в немецкий. И Ганс это гусь в женском роде. Значит это она, гусыня. Все гуси называются Ганс. Все гуси женского рода. Открываем гуся. Гуси еще не совсем оттаял. У него еще есть немножко лед. Так, расправляем крылья. Молодец! Вот, тут подмышками смолить да смолить. Расправляем ножки. Отлично. Тут еще лед везде. Прямо еще даже пюре сейчас полетит. Ну, вот такой Ганс у нас на столе. Здесь надо будет его еще немножко разобрать. Но дадим ему еще чуть-чуть подышать, постоять. С вами постараемся отделить все лишнее. Что у гуся может быть лишнее? Это, конечно же, внутренности, жир. Вот он, жир гусиный. Вот так. Видали, сколько жира? Прямо куски сала. Так, что у нас тут? Немножко еще подмерзшая. Поэтому остается не очень хорошо. Но жир отделить уже можно. Вот так. Вот еще жир. Все на перетопку пойдет. Еще жир. Все, что там из-за внутренности внутри, оно упаковано. Но достать его это проблема. Потому что все очень холодно еще. И замороженное. Давай, давай, давай. Давай сюда. Вот так. Заморожены потрошки внутри гуся. Проверяем. Все. Все открылось. Все прекрасно. Вот так. Тут вот такая лепень. Вместо шеи. Ну и дадим гусину, гусыни, немножко постоять. Так, вроде как пусто. Ох, сколько мне пришлось жизни их потеребить. Есть еще где-то на пупке было. Нет. Пусть обтекает. Посмотрим, помоем, посмотрим. Посмотрела, что там внутри. В потрошках там, как положено, пупок или желудок, сердечко, печень, два кусочка и шейка. Весь шкур. Вот такая шея и тут еще печень есть. Видите? Вот это потрошки. Потрошки я уберу сейчас в морозилку. Хватит нам и гусян. Ну что, наша гусыня отдохнула и мы ее отправляем в спа-салон. Видели? Надо сделать эпиляцию. Так. Пока эпиляцию пинцетом мы сделаем ее руками. так как мы привыкли всегда делать эпиляцию гусян. гусян. Так. Смотрим тут. Тут тоже нужно эпиляцию сделать. Эти гуси макают в парафин и потом горячий парафин обтягивают. Не горячий, уже остывший парафин. Горячий марка парафин макают, а потом стягивают с нее все, что стянули. а все, что не стянули, продают по хорошей цене нам. А мы потом уже смотрим, хотим мы это кушать или нет. Все-таки это надо смолить. Сейчас мы уберем лишние крылья. Чтобы они не мешают. Так. и вторую сторону также лишние крылья убираем. Вот таким образом карпюшки не прогрелись, не вытаскиваются. О чем говорит? Говорит о том, что это надо все прогревать. Так. Ну. Как-то так. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Прежде чем я начну мой ролик, боже мой, это никуда не годится. Я хочу я хочу поздравить вас с наступающим нет, с Рождеством Христовым по католическому и протестантскому стилю. Не знаю, правильно сказала или нет, но все равно поздравляю всех, кто отмечает Рождество Христово 25 декабря. потому что ролик мой выйдет именно 25 декабря. Еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал мою просьбу. Я поддержал мою дочь с ее ребятишками. Они действительно очень больны, поэтому она не выставляет ролики на канал. Ну, полгермании болеет. особенно детей в детских садах идет распространение этой заразы и так далее. Что же у них у моих детей? Они сдали анализы и у них нашли инфлюенция вирус. Кто-то может не знать, что такое инфлюенция. Это испанка, это грипп, который выкосил когда-то половину населения планеты. И второе, что у них нашли, это вирус скарлатины. Маленькая лела скарлатина, теперь у Анны тоже нашли скарлатины. Поэтому к нам на Рождество они приехать не могут. Но они приедут чуть позже. Так что ничего страшного нет. Главное, чтобы все поправились и чтобы все было хорошо. А сейчас мы займемся нашим рождественским ухем. Я уже вам сказала, что это ганс. А ганс это гусыня. Это не гусь. Ганс женского рода. Ну вот она уже у нас прошла. Маникюр, педикюр, сауну, баню, парилку и все прочее. И вот лежит такая чистенькая красивая у нас на столе. И сейчас мы ее будем мариновать. Вот тут мне не нравится такая дырочка, которой раньше не было, но критика здесь неуместна. И в первую очередь я натру свою гусыню солью. Хорошенько ее посолю. пеньки постаралась все убрать. Говорила же эпиляции. Но птицы бывает раз и вылезет что-то. Уберем позже, когда заметим. Что это гусыня я определила не только по названию на этикетке, а заглянув внутрь. Там есть зачатки яичек или яиц. Ну в общем-то теперь солим внутрь и также просаливаем изнутри грудку. Вот так. посолили. Следующий этап надо поперчить. Перец свежемолотый и также мы натираем это все перчиком. Ммм, какой аромат. Вот. Посолили, поперчили. Вот. И возьмем вот такую приправу, которая называется гефлюгель. для птицы. Сюда в эту приправу добавлена соль. Я упустила один момент, девочки. сейчас я вам расскажу о нем. Момент. Сам момент это такой. Нужно вырезать вот эти жировики. Но гуски. они ни в коем случае не должны попасть к нам в кастрюлю. Потому что жир, которым птица смазывает свои перья, имеет неприятный запах. запасливый муж всегда делает похоронки. вот эти жировички, они должны уйти полностью. Кто-то ест это. Ну, тот, кто привык к этому с детства. Но когда мы были совсем молодыми студентами, но уже женатыми, мы жили на квартире у одной еврейской пары. И вот дедушка тогда впервые объяснил мне, что вот это у курицы самое поганое место. Так он мне сказал. С тех пор я это помню. И самое поганое место я убираю в первую очередь. Кроме того, что мы это все посолили и поперчили, я возьму немножко чеснока. В моем случае это всего два зубочка. выдавили его. И я натру этим чесноком птицу изнутри. такая красота у нас получилась. Еще можно чуть-чуть острого перца добавить. Ну вот как-то так. Ну вот перевернули нашу гусынку на грудку. Почему наверное вы поняли? Потому что это логично. Грудка имеет больше мякоти мяса и должно стекать вот именно все в сторону грудки. Заворачиваю фольгой, чтобы гусынка не сохла. Фольгой говорю. Пищевой пленкой. Я вообще-то часто путаюсь, потому что по-немецки и то и другое называется фольгой. Одно алюминиевое фольгой, а другое вот такое пластиковое фольгой. Наша гусынка идет отдыхать всю ночь. И еще одно забыла. Я совсем забыла, что у меня приготовлен тимьян. Вот этот тимьян я покладу внутрь гусыни. Вот так. Хорошо, что еще я могу пробраться туда. Прямо вот туда, куда надо. Ну, вот так. гусынка остается на всю ночь промариновываться и набираться ароматов. Вот так. Еще разочек запечатаем, чтобы зазихировать протынкновение всяких непрошенных гостей. Вот так. потому что отправлю я это все на улицу отдыхать. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Мы сегодня сделали первый этап подготовки гуся к запеканию. Обычно я гуся режу на порционные куски и обжариваю предварительно на сковороде, чтобы убрать лишний жир. В этом году я решила сделать рождественского гуся и презентовать его так, как его подают на стол. А потом его там разрезают на порционные куски. Вот этот момент мне очень не нравится, когда его в горячем виде на столе заставленном посудой и едой нужно будет разрезать на порционные куски. Если его не подать целиком на стол, то какой в этом смысл? Если его разрезать на кухне, ну в этом году гусыня отправляется целиком на рождественский стол. Красота это тоже немаловажно. Так что будем делать дальше. Мы сейчас натерли его чесноком, солью, перец красный, перец черный применили и я взяла специи специально для птицы. Там, конечно, намешано мы положили в животик свежий тиньян или чабрец. Аромат этого, этой травы останется в мясе и оставили ее отдыхать на ночь. А утром мы с вами обязательно продолжим готовить дальше. Гусыня наша промариновалась почти сутки. И сейчас я ее отправляю в духовку. Запекаться она будет у меня вот в такой керамической посуде, жарбовне, кастрюле. Вот такая у меня есть, керамическая. И получается она там похожа на приготовленную в русской печи. Я отжала немножко сок апельсина и сдабриваю соком апельсина. Гуска лежит на овощной подушке из лука и моркови. Немножко добавила туда чеснока в овощную подушку. Отправляем туда травку, которая была в гусынке. И гусыня идет в печку, духовку при 200 градусов на 2 часа. Вот такая красота у меня получилась. Вот почти русская печь. Вот эта кастрюля называется шлем артопф. Я слышала, что ее нельзя ставить в духовку разогретую, но ставлю ее все время, всю жизнь, сколько я ее пользуюсь. А пользуюсь я ее уже лет около 20. Ну, гусь вступил в свою заключительную стадию и отправляется сейчас на стол. А вот столько с него натопилось жиром. Так, втыкаем сюда. вилки, ножи и идем на рождественский ужин. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Гусь оправдал себя. Получился замечательно. Мягкий, сочный, не переваренный, не сырой. Прекрасный. Гусь получился очень вкусный. Сама не ожидала. Жиру с него натопилось, конечно. Тоже очень много. Но это не страшно. Остались от гуся рожки до ножки. Так что, ну, завтра посмотрим. Доедим. Посмотрим, что там осталось. Так что, гость девчонки оправдал себя. ну, и остальная еда тоже. Так что, главное блюдо на столе было очень вкусным. Желаю вам всем всего самого доброго. Всего самого-самого. Пусть сбудутся все мечты и все желания исполнятся. Всем пока-пока и до новых волонщих встреч. встречи.